Вашим путеводителем в мире информации станет импульс служба новостей. Здравствуйте! Мои коллеги и я, Елена Яковенко, готовы представить информационную картину дня и прошедших выходных. Основные темы сегодня. Самые активные, самые талантливые, самые инициативные – вот это вы, те, которые сегодня здесь, в этом зале. Развитие и поддержка. Увлечь каждого и удовлетворить запросы потребителей. Жильцы ссорят много. Их, как вы заметили, бросают все в окна. Дождь из мусора вместо весенних цветов – бутылки, окурки и фантики. Много воды было. Мокрый снег, он прессуется, как бетон. Добиться победы любой ценой. На машинах сквозь природные препятствия. Теперь к подробностям. Сегодня в России началась итоговая аттестация. Выпускники 11-х классов, учащиеся в учреждении среднего профобразования, желающие продолжить обучение в вузах, и выпускники прошлых лет сдают экзамены по выбору. Это биология, история, информатика. Для организации проведения ЕГЭ на Ямале работают 62 пункта проведения экзаменов, сообщает Северпресс. Напомню, в округе около 5000 участников ЕГЭ. Из них 87% – выпускники этого года. В департаменте образования отметили, что общее количество превысило 17000. То есть в среднем каждый участник выбрал 3-4 экзамена. Рейтинг популярных итоговых испытаний не изменился. В число самых востребованных по выбору входит общество знания, физика, история. Дмитрий Кобылкин. Видны общественники, деятели науки и культуры. Справляться сообща. На заседании общественного совета говорили о безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних. Начальник отдела по делам несовершеннолетних отметил, сегодня удалось снизить количество детей, проживающих в городе без регистрации и без паспорта. В 2011 году на учет было поставлено 49 семей, находившихся в социально опасном положении. Специалистам отдела помогают в казачьем обществе. Казаки проводят профилактические беседы, собрания с несовершеннолетними. Глава администрации города Новый Уренго Иван Костогрис отметил, работать следует точечно. Сегодняшняя главная проблема известна всем. Это подростковая наркомания. Молодежные вещества прочно обосновались в лидерах. И именно здесь нужны массированные усилия общественности. Мы, прежде всего, родители, отвечаем сегодня за будущее наших с вами детей. Мы должны понимать ситуацию, которая сегодня происходит, особенно с этим синтетическим наркотиком, который новый сегодня. И пошел в молодежную среду. Тревожная, очень тревожная ситуация сегодня по новому году. Я об этом не скрываю, мы об этом знаем. И те, кто сегодня под должностными обязанностями необходимо заниматься, они занимаются. Но этого недостаточно. Три дня как один миг. Новорингуйские предприниматели завершили выставочный марафон в профессиональный праздник. Выставки и семинары, круглые столы. Форум «Малый и средний бизнес» прошел не только насыщенно, но и продуктивно. Подробности расскажет Евгений Галимов. Три дня пролетели как один миг. Еще в среду участники форума обживали стенды и думали, где расположить рекламную продукцию. А в четверг приветливыми улыбками встречали гостей. И вот они уже в большом зале администрации. День завершения форума совпал с Днем российского предпринимательства. Замечательный праздник, говорит глава администрации, хоть и молодой. И вручает благодарственные письма, в том числе и от губернатора округа. Это один из самых молодых, новых праздников Российской Федерации. Потому что и «Малый и средний бизнес» для России является на сегодняшний день одним из приоритетных ведущих новых видов сектора экономики. Тем временем в памяти людей, посвятивших себя настоящему делу, проносятся все три форумных дня. Самое яркое событие, безусловно, выставка. Здесь есть все – новые технологии строительства и традиционные хлебопекарные рецепты, сложные электронные новинки и простые кованые изделия. Что-то интересно лишь знатокам из предприятий, на другие стенды внимания обращают жители города. А как увлечь каждого и удовлетворить все запросы? На этот вопрос пытаются ответить в ходе семинаров. Обязательная часть форума – обсуждение механизмов взаимодействия с властью и поиск самых эффективных решений для бизнеса. Проблемы, которые сегодня существуют, они, наверное, объединяют. И вот этот форум, выставка, которая организована на городской площадке – это линия власть последовательной. И это диалог, это скользует. И вот финал в фойе делового центра «Ямал» хвалят и наставляют, обсуждают и благодарят. У нас с вами в городе сотни предприятий малого и среднего бизнеса. У нас более трех тысяч индивидуальных предпринимателей. Но вот самые активные, самые талантливые, самые инициативные – вот это вы, те, которые сегодня здесь, в этом зале. Обязательный атрибут – диплом участника. Это подтверждение. Тот, кто его получает, не просто говорит – делает. И следующий шаг, которого в новом Уренгое ожидают от своих предпринимателей – это удержаться на плаву, добиться большего и через год обязательно встретиться снова. Евгений Галимов, Артем Донских, служба новостей «Импульс». Главное внимание. Сотрудники ГИБДД в минувшие выходные зафиксировали несколько дорожно-транспортных происшествий. В основном повреждения получили машины. Но в одном из случаев пострадали и водители-пассажир. Виной всему – беспечность водителя, проехавшего на красный свет. 27 числа текущего месяца произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В 19 часов 30 минут на Прикрестке улиц, центральная магистраль, улица Подшебякина, водитель, управляя автомобилем «Хундай», проезжая на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем не вошел в роли. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал как и водитель, так и пассажир автомобиля «Хундай». Оба были доставлены в приемное отделение МОСГВ. На страже трезвого сознания сотрудники Министерства внутренних дел за первые пять месяцев этого года изъяли у торговцев смертью 312 граммов наркотических веществ. Для сравнения, в прошлом году за эти же месяцы удалось обнаружить только 22 грамма. Специалисты отмечают, растет не только раскрываемость, но и оборот одурманивающих веществ. Самую крупную партию наркотиков конфисковали у гражданина России в середине апреля. Оперативники сделали контрольную закупку, задержали подозреваемого и обнаружили около 200 граммов марихуаны и около грамма спайса. По всем выявленным случаям возбуждены уголовные дела. В этом году к уголовной ответственности было привлечено 17 человек, в том числе один гражданин иностранного государства. Из-за незаконного оборота было изъято 312 граммов наркотиков. В прошлом году для сравнения, за пять месяцев мы изъяли лишь 22 грамма. По видам наркотиков марихуаны было изъято 214 граммов, дезаморфина 16 граммов и синтетических наркотиков – это спайсы, соли для лан, так называемые, 4 грамма. Продолжаем выпуск. В Новом Уренгое будут работать 8 летних кафе. В администрации города прошло заседание комиссии, которая рассмотрела заявление о выдаче разрешений на пользование местами для установки кафе, сообщает информационно-аналитическое управление. Разрешение выдано 8 предпринимателям. Провести летний вечер новорингуйцы смогут на городской площади, возле озера Молодежное, на площадке возле реки Сидояха, у торгового центра «Леон», возле центральной библиотеки и на улице Сибирская. Два кафе появятся в районе Карачаева. Пенсионеры-инвалиды, уезжая из Ямала на постоянное место жительства, получат по 100 тысяч рублей. На Ямале принят порядок предоставления единовременной выплаты. Главные условия получения пособия пенсионерам стаж работы на Ямале не менее 15 лет, инвалидам – 10. Об этом сегодня сообщила директор окружного департамента по труду и социальной защите населения Елена Карпова. Кроме того, неработающим пенсионерам в связи с выездом за пределы округа предусмотрено возмещение расходов на проезд и провоз багажа к новому месту жительства в размере 13 тысяч рублей. Ключевой цвет – зеленый. Для тех, кто когда-либо служил в погранвойсках, сегодня особенный день. Пограничники всей страны отмечают свой праздник. Сегодня в городе можно было встретить людей разного возраста в головных уборах зеленого цвета, обозначающих принадлежность к погранвойскам. Это дорогая праздник, потому что граница – это наша родная. На своей родине никому не дадим. А на границе у нас была на замке. Может, есть какие-нибудь традиции при праздновании? Как вы отмечаете этот праздник? Это праздник, да, святой праздник. Традиция у нас что? Собираемся погранцами. Все. Какие не были мы, какие не были. Морские погранцы или сухопутные погранцы, да? Ну, морские охраняют нашу границу моряками. А мы сухопутные охраняем свои границы. Импульс продолжает бороться за чистоту и уют в городе. Жители микрорайона «Мирный» бьют тревогу. Возле домов 1,6 и 1,7 вместо весенних цветов – бутылки, окурки и фантики. Но уренгойцы уверяют, неоднократно замечали, как некоторые жильцы устраивают дождь из мусора из окон собственных квартир. Анна Евтоди разбиралась в ситуации. Ей слово. Прекрасная погода, светит солнце, щебечут птички. Радужную картину портит одно – кучей строительного и бытового мусора. Блюстители чистоты борются с грязью каждый день, но за долгую зиму ее накапливается столько, что сложно справиться даже за одну неделю. Жильцы ссорят много. И, как вы заметили, бросают все в окна. У нас, конечно, такого мусора бардака не будет, потому что УЖС работает очень хорошо. У них и техника, у них и рабочие. Все это вывозится. Чистота в городе устраивает в основном. Сейчас вот после зимнего, как снег сойдет, подснежники уберутся. И так чистота устраивает, в принципе, в городе. Здесь все-таки все равно жилой дом же. Нельзя так же. Не за горами общегородской субботник. Давайте объединим свои силы и сделаем город чище. Единый телефон импульса 263828. Звоните, сообщайте о тех местах, которые нуждаются в поправке веником. Анна Евтодия, Николай Александров, Служба новостей, Импульс. В распоряжении бескрайней просторы тундри. Весенняя распутница 2012 состоялась. Извлечение внедорожника из болота, строительство переправы, поиск оптимальной траектории сложного маршрута. Это лишь часть преград. Главное в турнире не только ориентироваться в местности, но и быстро преодолевать препятствия. Важная составляющая успеха – сплоченная команда и хорошо подготовленный автомобиль. Вместе с джиперами осваивала бездорожье и наша съемочная группа. Слово Павлу Прожогину. Распутница в версии 2012 полностью оправдывает свое название. На трассе есть все. Мешанина из воды, грязи и ледяного крошева превращает сравнительно небольшую речку в серьезную преграду. Серьезную, но преодолимую. Количество точек стандартное – два десятка, но организаторы к их размещению подошли с фантазией. До контрольных пунктов проще было добраться пешком, чем подъехать на машине. Экипажам пришлось приложить немало усилий. Впрочем, для водителей и штурманов это дело привычное. Трасса нормальная? Отлично. Самый раз. Самые многочисленные классы – стандарты «Экстрим». В этих категориях автомобили подвергаются небольшому вмешательству в конструкцию. Но это не мешает им объезжать своих заморских одноклассников. Причина столь сильной любви спортсменов к отечественному внедорожнику проста. Его доработка обходится на порядок дешевле импортных аналогов. А конечный результат ничем не хуже. И бюджетнее строить УАЗ автомобиль. Многие пытаются с Ниву сделать внедорожник, но «Жигули» не может быть внедорожником. Поэтому тяжело пытаются, ездят на Нивах. Но впоследствии все равно пересаживаются на УАЗ, а потом и на более дорогие иномарки. Больше всего помогнуть и померзнуть пришлось представителям класса АТВ. Там, где джиперы наблюдали воду за бортом своих авто, водители квадроцикла в полной мере оценили ощущения от ледяных ванн. Всем хватило экстрима, всем хватило таких свободных ощущений и полета, и скорости. И лопаты приходилось доставать, работать с лопатами. Все приходилось сделать. Итог соревнований поверг организаторов в легкое замешательство. На большинство призовых мест претендовали по два экипажа. Поэтому кому-то достались кубки, кому-то дипломы и медали. И общий для всех участников победный душ. Павел Прожогин, Давид Давидашвили, Николай Александров, служба новостей «Импульс». Выпуски службы новостей теперь можно смотреть онлайн. Адрес сайта агентства на вашем экране. А у меня на этом все. Не пропустите информацию от синоптиков. Она через несколько секунд. Я передаю их словом коллегам из ЕТВ. Все о людях и делах газового гиганта в материалах журналистов компании «Газпромдобыча Ямбург». В студии работала Елена Яковенко. До встречи в эфире. 29 мая в Новом Уренгое переменная облачность. Днем кратковременно слабый дождь. Ветер юго-восточный, южный. Его сила 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Днем около 20 градусов тепла.